Реклама 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 Начала снимать в мае-мисси. Я поездила по разным фестивалям. Сначала в области, потом в Москву, Подмосковье, Крым.. Волгодонск, вот, то есть за ладью. Я, собственно, ехала за ладью. У меня же ладья разбоя, то есть у меня ладья с викингами. Должна быть в кадре, где ее взять. Ну, я знала, что там на фестивале в Москве она должна быть. Но там она, видимо, сломалась. И, ну, там проходил еще один фестиваль в области. Я там на один день выехала в область. Все-таки ладью я нашла. То есть у меня она будет плыть. Все нормально. Для масштабных съемок нужны дополнительные операторы. Я помогаю с операторами, которые помогают и мне. То есть, ну, как минимум, в таких масштабах, масштабных сценах, как минимум, две камеры должны работать. Основная, дополнительная. И, конечно же, очень важны бэкстейджи. Чтобы потом вообще был виден весь процесс, как это все происходит. Это важно и для продвижения самого фильма, и вообще для популяризации кино как деятельности. Потому что, когда люди видят, как это все прикольно, как это все здорово, весь этот киношный творческий процесс, им тоже хочется в этом как-то участвовать или как-то этому помогать. Это не первый проект, над которым мы так или иначе вместе работаем. Кроме того, мы давно знаем Инну как популяризатора жанра фэнтези. И действительно очень стильного популяризатора. У Инны есть уже два клипа в жанре стимпанк, в стилистике стимпанк. И тоже это достаточно уникальное для города, для региона явление. Потому что здесь же важно, что есть много людей увлеченных, которые делают что-то интересное. Но часто бывает так, что об этом мало кто знает. А люди с камерой в руках, они имеют возможность это сделать достоянием широкой аудитории. И когда вот это выходит на экран, когда это приобретает форму какого-то кинопроизведения, видеопроизведения, это уже совсем другой уровень. Как только возникла вообще идея клипа, я о ней сразу же узнал. Где-то в частном разговоре с Инной, собственно, она сразу же спросила, сыграю ли я Орка. Я сказал, с удовольствием. Она спросила, аналеса, побреешься для этого дела? Она сказала, легко. Ну и вот результат. То есть, действительно, Орка я сыграл пару месяцев назад. Ну, это непередаваемо, как ощущение. Попал в сказку, мечты сбываются. То есть, вокруг меня лошади скачут, рыцарь, я рычу топором размахиваю. Ну, это потрясающе. Это то, чего в нормальной жизни, в обычной, спокойной, размеренной человек испытать не может. А внутри это сидит. И кино, оно, конечно, дает возможность человеку выйти за какие-то свои рамки привычные. И оказаться в какой-то параллельной реальности, почувствовать то, каким он мог бы быть. Другие маски на себя приверить, другие жизни прожить. Это то чувство, которое нужно просто один раз испытать. Грим Татьяны Георгиевны Матяшовой носить на себе очень легко и приятно. То есть, она настолько умело его сделала, что я просто чувствовал его, как свою вторую кожу. Это, тем более, какой-то особенный грим. Вот она рассказывала, чтобы сейчас не наврать с терминами. Какой-то двухкомпонентный силикон, что-то такое. То есть, это именно специальная такая грим-маска, которая некоторым образом адаптируется к контурам лица. То есть, это вот именно создается иллюзия и всевозможных шрамов, каких-то бугров. То есть, это не выглядит как грим. Это выглядит очень натурально. Ну, когда зеркало на себя глянул, конечно, сразу так. О, вот так теперь, да? И это было очень интересно. Главного героя Артура, я его случайно увидела. Он там в любительском каком-то ролике. Я просто посмотрела, лицо, ну, по типажу очень подходит. То есть, изначально, конечно, да, главного героя найти очень трудно на эту роль. Ну, вот мне как-то везет. И, в принципе, я считаю, что все типажи хорошо соответствуют. В ролях не профессионалы, зато люди, увлеченные и любящие средневековую эпоху. Оттого каждая мелочь на съемочной площадке четко выверена и занимает свое место. Решала и готовила в основном инна. Закупались вместе. Поросячью голову запекли прямо здесь. Это был, опять же, плод некого коллективного мозгового штурма. Что должно быть на столе, чего не должно быть на столе. То есть, каждая деталь, какая должна быть посуда. Вплоть до того, что... Идея. О, лимоны. Вот, хорошо бы лимоны. Так, стоп. А лимоны, когда у нас появились в Европе? А, да. Нет, лимонов еще не было. Лимоны отпадают. Каша. Не может ли стоять на рыцарском Перу каша с мясом? Никак нет, не может. Потому что каша – это еда простой лединов. Это походная пища. А благородным сэрам каша нет. Это оскорбительно. То есть, вот все такие мелочи, нюансы. Естественно, это поиск информации и в интернете. Естественно, это постоянные консультации с самими реконструкторами, которые в этом разбираются досконально. Ну, все это в итоге и позволило создать такой образ стола. Сегодня повод совместить приятное с полезным. Вначале снять пир в кадре, а потом устроить уже пир по-настоящему, в честь окончания съемок. После съемок, конечно, наступает тот период, который от многих сокрыт, но который может быть даже в каком-то смысле еще более важен, чем сами съемки. Пост-продакшн, монтаж, обработка. Очень важную роль играют визуальные эффекты в этом проекте. Визуальные эффекты помогает делать московская студия. Петр Радецкий – это специалист по визуальным эффектам, у нас по компьютерной графике. Мы с ним делали уже предыдущий мой фильм «Пистолет». Он там делал полет пули и очень крутую 3D-заставку. Ну, вначале там с названием и так далее. Сейчас ему предстоит гораздо больше объем работ, потому что в этом клипе, ну, он фэнтезийный, тут маги, тут перемещение. Камень в комплект к мечу короля Артура, волшебные посохи. В общем, все необходимое для фэнтезийной вселенной – дело рук Ирины и других участников проекта. Рога настоящие. Я делала для фотосессий. Я же еще как бы и фотограф, и видеограф. То есть, у меня был фотопроект «Единороги». Ну, и, соответственно, я делала это с прицелом на то, что потом их в клипе. То есть, у меня черно-белый единорог, у меня золотой и белый рога, соответственно, да, для них. Автор признается – проект очень малобюджетный. Даже актеры играют буквально за угощение с рыцарского стола на Перу. Тем не менее, Инна верит, что ее клип займет достойное место в своем жанре. Клипы Инны уже в фестивалях участвовали, в том числе всероссийских, побеждали. И ее уровень режиссерский с каждым клипом становится все больше, все ярче. И нам в «Кенодоне» очень радостно, что вот это наш такой донской яркий деятель, который все больше становится заметен среди аудитории почитателей фэнтезийного жанра вообще по всей России, ну и, надеемся, дальше по всему миру. Продолжение следует...